Краешек выравниваем, чтобы ниточки у нас не стягивались. Это только на первый взгляд просто. За кропотливой работой русские мастерицы проводили сутки напролёт. Теперь народный промысел осваивают школьницы. Вот так ниточка за ниточкой и получается коврик. Чтобы ловко управляться со станком, нужна и сила, и большое терпение. Чё тебя вниз? Вниз не дать. Эко-мастерскую русского быта открыли в центре романовской игрушки. Ткать ковры, плести пояса, вышивать и создавать народный костюм здесь научат всех желающих. На деньги президентского гранта для мастерских закупили мебель, оборудование, материалы и ткацкие станки. Их опробовали ученицы 29-й школы. Сложно, что нужно там подкрутить, нужно там посмотреть. Мне понравилось, потому что тут можно нитки разные менять, можно ковёр любой сделать. Преподавать в творческих мастерских будут сотрудники центра. Всё лето они провели в экспедициях. В разных уголках области узнавали секреты народных промыслов. Затем писали методические пособия, по которым и будут проводить занятия. Когда мы ходили по экспедициям, находим вот такие вещи старинные, с ткатой нашими бабушками. То есть уникальные вещи, тончайшая работа, узорное качество, феноменально. Домотканные полотенца, куклы Романушки, женские костюмы. Для учеников эко-мастерской открыли большую выставку. Рядом с экспонатами, которым не одна сотня лет работы современных мастериц. Технологии те же, поэтому даже пару отличий найти сложно. Отличаются. Единственное, что у нас сейчас нет домотканного холста. И мы используем то, что мы можем приобрести. Это лён. Но, тем не менее, это тоже самое полотняное переплетение. Это тоже натуральный природный материал. Каждая складочка здесь закладывалась вручную. Каждая рюша заутёживалась вручную. Отутёживалось всё, сшивалось. Такой нехитрый наряд из юбки, рубашки и фартука носили горожанки. Поэтому называют его городской парочкой. Народный костюм конца 19 века Кристина Кузьмина шила долго. Особенно сложно ей дались детали. Кружево, рюши и оборки делают костюм особенно ярким. Девушка признаётся, что и сама не прочь такой носить. Это будет очень эффектно смотреться, если учесть, что сейчас вышивка вошла в обиход. Вот эти кофты тоже в этом сезоне, они как раз модны. И тоже жабок, рюши, они тоже сейчас у нас, как говорится, в моде. Занятия в творческих мастерских проходят два раза в неделю. В декабре будут набирать новых учеников. По одной группе на каждый вид ремесла. Любители народного творчества могут записаться на уроки уже сегодня. Ольга Родина, Валерий Фаустов, Липецкое время.